Согласиться на предлагаемый бюджет, это значит согласиться на дальнейшее наше медленное увядание. Проект бюджета удовлетворил не всех. Посчитали, что денег мало. Доходы 134 миллиарда, расходов на 7 миллиардов больше. Да, дефицит. Однако собственные доходы региональной казны по сравнению с текущим годом вырастут сразу на 14%. В бюджетном комитете говорят, экономика оживилась. Но из-за пандемии вновь стоит ожидать перераспределения статей. При этом общие тенденции экспертов радуют. Повышение заработной платы по указным категориям работников, это 76 тысяч работников, это приличная цифра. И второе, вот то, что мы сейчас уже видим из федерального бюджета, это инфраструктурные кредиты. А это ведь и новые рабочие места, и состояние производства, значит поступление потом в краевой бюджет с точки зрения налогов. Бросив где-то амбиции, а где-то отбросив, скажем, робость перед московским руководством, давайте, может быть, выходить на федеральный уровень с инициативами о реформировании бюджетной системы, о выравнивании обеспеченности регионов. Можно, конечно, сегодня не принять бюджет и сказать федеральному центру, что в Алтайском крае бюджет не принят. Вот дадите нам больше денег, мы будем тогда принимать тот бюджет, который нам необходим. А какой нам бюджет необходим? Надо же вот над этим вопросом тщательно работать и рассматривать. Ну, грех сегодня винить исполнительную власть, в том числе правительство, особенно губернатора Алтайского края, который обеспечил в том числе увеличение огромного роста федеральных средств. Бюджет вновь социальный. Плюс ко второму чтению учтут замечания. Например, индексацию мер с поддержкой ветеранов труда, тружеников тыла, маткапитала, детских пособий. Еще один денежный вопрос – курортный сбор. Теперь туристы будут платить не 30, а 50 рублей. Цены на проживание в Белокуре достаточно высокие, и этот сбор он практически не виден в общей массе тех расходов, которые турист несет. И для кого это сегодня, в общем-то, никакая там дополнительная нагрузка. А для города, региона, конечно, это, безусловно, благо. Еще одно новшество – определен размер штрафа за продажу несовершеннолетним газовых баллончиков и энергетиков. 500 рублей продавцам и до 15 тысяч юрлицам. Здесь депутаты были почти единогласны. В отличие от вопроса по ограничению пассивного избирательного права тех, кого признали причастным к терроризму или экстремизму. По поводу того, что люди, которые рядом с митингом стоят, будут привлекаться к ответственности. Слушайте, ну, уже сложилась судебная практика. Несколько человек были ограничены в этом пассивном избирательном праве. И, поверьте, ни один из них не был таким человеком, который просто стоял рядом. Завтра эта статья будет поменяться к КПРФ абсолютно однозначно. Чисто политическая статья, где под экстремизм могут приписать любое деяние. Любое. Однако большинством голосов вслед за федеральной повесткой закон приняли. Он ограничит возможность экстремистов баллотироваться на несколько лет. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.